Как только Билл и Дороти Дворски берут свои коробки с лекарствами, открывают холодильник, духовку или дверь в ванную комнату, беспроводные датчики фиксируют движение и отправляют данные на специальное устройство, так называемый концентратор. После этого их действия можно отследить с помощью компьютера или смартфона. Если долгое время движения не наблюдается, то родственники получают СМС или электронное письмо с предупреждением. «Это позволяет мне понять, нужно ли отправить им помощь или приехать. Нужно ли мне проверить, что происходит». Дороти Дворски также носит часы с кнопкой экстренного вызова. Все эти устройства – часть системы под названием Лайвли, которая работает пока только на территории США. Она помогает пожилым людям жить независимо и оставаться в своём доме без постоянного контроля со стороны родственников. «Мы не хотим жить в доме престарелых, потому что мы не чувствуем себя престарелыми». «Гаджет Лайвли продаёт компания, расположенная в Сан-Франциско. Она также взимает ежемесячную плату за пользование онлайн-сервисом, который получает и анализирует данные, а потом отправляет их на компьютеры и телефоны пользователей». «Мы просто почувствовали, что есть большая возможность переосмыслить образ жизни для этой категории населения». «Подобное устройство тестирует Институт по изучению старения. Цель учёных – понять, как технологии помогают или не помогают пожилым». «Это не может заменить простой контакт. Вы не можете технологиями избавить себя от ответственности поужинать с ними или поехать вместе пообедать». «Я думаю, датчики имеют большой потенциал в предоставлении пожилым людям возможности жить независимо в своём доме. Но есть некоторые вопросы, которые касаются вторжения в личное пространство». Впрочем, для семьи Дворски такое вторжение пока приемлемо. Они готовы пожертвовать частью своей приватности ради большей независимости.